Это сейчас в теплице Спартака Абгаряна только пустые лотки и небольшая рассада петрушки, укропа и базилика. За лето он собрал не один урожай помидоров, огурцов и перца. Зимой будет продавать зелень. Клиенты всегда есть – оптовики, рестораторы. Большую теплицу предприниматель Спартак Абгарян построил на участке возле своего дома. Решение заняться сельским хозяйством принял в кризисный 2008-й, когда не стало работы. Взял кредит, открыл свое дело. Бизнес окупился всего за два года. А нынешнего кризиса предприниматель даже и не почувствовал. Я кризиса не замечал. Людям всегда кушать надо. Так что проблем нет. Лишь бы был товар хороший, вкусный, качественный и все. Мне оказалось это мало. Я еще пасеку приобрел. Занимаюсь еще пчеловодством. Вот так. Всегда выгодно заниматься сельским хозяйством. Предпринимателей, которые уже занимаются и только хотят заняться сельским хозяйством, в Сочи становится все больше. Товар местных производителей пользуется популярностью и среди жителей Сочи и туристов. Задача на сегодня – санаторно-курортный комплекс в значительной части должен обеспечиваться продукцией, произведенной на месте. Об этом на встрече с начальником управления сельского хозяйства курорта говорил мэр Анатолий Пахомов. Губернатор Краснодарского края Кондратьев Винюнович на встрече с активом города Сочи ставил задачу о том, чтобы мы как можно активнее работали над внедрением импортозамещения. Для курортного города выращивать свою продукцию очень важно. И возможности у нас такие есть. У нас 16 предприятий общественного сектора, очень крупные предприятия. Дополнение к этому – малые формы хозяйствования. Это 25 тысяч личных подсобных хозяйств, это 225 крестьянско-фермерских хозяйств. Так что потенциал есть. Увеличить производство, основываясь не на старом багаже, применяя современные технологии. Только так можно получить результат, подчеркнул мэр. Главная задача земли, которые предприниматели арендовали у города для выращивания, например, чая, орехов, плодовых деревьев, должны использоваться на 100%. И по назначению. В основном такими участками в Сочи владеют 6 крупных предприятий. Но они их используют, ну где-то на 50. В некоторых хозяйствах – это максимум. Нам надо эту землю вовлечь в обороты. Вовлечь в обороты. Это значит, либо же они начнут заниматься сельскохозяйственным производством, либо же эту землю надо изъять и передать добросовестным арендаторам. Сейчас управление сельского хозяйства проводит мониторинг земель Сочи. На предмет целевого использования будет проверен каждый участок, сданный в аренду предпринимателя. Работу обещают закончить до конца года. Плодородная земля должна остаться только у тех, кто хочет и умеет на ней работать. Также в планах до 2020 года открытие питомника для выращивания посадочного материала, строительство трех тепличных комплексов, реконструкция чайных плантаций и строительство мидийно-устричной фермы. Намерены местные власти и продолжать развивать агротуризм. Сегодня экскурсии, организованные на форолеводческом хозяйстве, в чайных домиках и на пасеках. И количество агромаршрутов будет только увеличиваться.